Я хотел бы подробнее рассказать о девятнадцатом этапе, тест по Оскону. По моему мнению, это самый важный этап, о котором я должен рассказать всем, кто желает освоить мою методику. Так, на завершающем этапе, вне зависимости от техники, которую вы используете, данный тест подскажет вам поведение кончика носа через определенное время. Через неделю и через 10 дней. Также данный тест применим для отслеживания отдаленных результатов. В конце операции кончик носа имеет отличную проекцию и внешний результат. Вы начинаете проверку всеми кончиками пальцев. Не просто одним пальцем, а всеми пальцами, слегка надавливая на нос. Вам нужно это повторить три раза. Надавить и отпустить в течение пяти секунд. Если при выполнении этого действия кончик носа выглядит подобным образом, значит, тест прошел успешно. Если тест прошел успешно, то ваш пациент будет доволен результатом, и его кончик носа будет в отличной форме. Давайте посмотрим другой сценарий. Нажмите на нос несколько раз. И в конце кончик носа теряет форму. Я могу смело заявить, что кончик носа будет в таком состоянии в течение одной недели. Если не в течение недели, то гарантированно через месяц это будет ваш финальный результат. Никогда не заканчивайте вашу операцию с отрицательным тестом по ОСКОНу. Вот несколько примеров. В конце своей операции я нажимаю три раза. Это тот результат, которым я доволен и могу быть уверен в успешности операций. Это середина операции с тем же пациентом до тех пор, как я начну работу с теостратом. Это та же операция без теострата. Я нажимаю на кончик, и он по-прежнему устойчив. Без теострата это будет результат, к которому я приду через неделю.